Театральная стрелка Ну, прежде всего, давайте по стрелке. Открытие. 3 апреля, 19.00. По какому принципу был выбран спектакль-открытие? Это драматический спектакль. Играет один артист, 28-летний. Играет возрастного человека, который попадает в дом престарелых. И вот Сибирь, спектакль называется Сибирь. Но Сибирь это не геолокация, это Сибирь внутренняя, когда мы замкнуты. То есть ссылка внутренняя. По каким критериям? Ну, знаете, мы очень много просмотрели разных работ. Были сложные, были дорогие, были не очень подходящие под открытие. Много ли вошло вообще из заявок, вот в соотношении? В конкурсную программу, именно в конкурсную программу вошло 9 команд, 9 спектаклей. Было 46 заявок. Вот так? Да. У нас еще есть вот три вне конкурсных работы. Это вот спектакль «Сибирь». Это открытие 3-го числа, 19.00. Есть у нас еще и будет читка. Читка пьесы «Любовь людей». Это нижегородские артисты ставят читку перед спектаклем. Питерская команда «Невидимый театр» привозит спектакль «Любовь людей». И мы как бы перед этим делаем читку, такую нашу версию, нижегородскую версию. То есть те, кто сможет прийти на, пожалуй, что чесать так, 4, они получат 2 спектакля. Но это заранее. Мы делаем это заранее, чтобы было не так тяжело. То есть мы заранее ставим читку. Зритель может прийти, посмотреть версию нижегородскую читки. А потом прийти на спектакль и уже увидеть как бы... Как это сделать? И третья вне конкурсная постановка? Это спектакль «Рождество» центра имени Мирхольда. Да, то есть у нас такие большие гастроли. Это у нас будет 17 апреля. Но тут что говорить, это один из таких лидирующих театров. То есть нам очень приятно, что они согласились. То есть вам вообще получается, что вам удалось выцарапать и для вне конкурсной программы, и для конкурсов вообще знаковые и по географии, и по уровню коллектива. Я хотела спросить непосредственно о фестивале. Вот эта театральная стрелка, она проходит первый раз. Я представляю степень уволнения, но перед ней была проведена серьезная работа. Это все недешево. А чтобы оплатить недешево, вы измудрились оказаться первыми в конкурсе и получили большой грант. Вот расскажите, что это за грант, чья это поддержка? И что он предполагает? Какие с вашей стороны обязанности? Мы случайно наткнулись на конкурс президентского гранта. Решили быть дерзкими? Да, да, да. Но у нас как бы было все готово уже внутренне. То есть мы уже все, все было как бы сформулировано. Осталось только это все перенести на бумагу. Мы это все перенесли, подали и даже забыли какой-то момент. И вот в самый неожиданный момент, когда был тяжелый период там СТЭМа, приходит сообщение, что мы выиграли президентский грант. И это было, конечно, удивительно. Ну и одновременно же мы общались с Министерством культуры. И была оказана тоже финансовая поддержка именно области. То есть поэтому у нас таких два больших, так скажем, финансовых... Совпали источника. Да. Вот немножко подробнее о самом Центре театрального мастерства. Развучала фраза, да, думали, что уже все плохо, и вот пришел грант. Но тьма сгущается перед рассветом только у тех, кто это заслужил. У вас команда-то ведь непростая. Блистательный Александр Сучков, заслуженный артист России, он у вас как главный режиссер. Вы как художественный руководитель. Вот эта задумка Центра театрального мастерства, если я верно понимаю, поправьте меня, дает возможность актерам стационарных театров, живущим в режиме и в дисциплине своей труппы, проявить себя в каких-то новых формах. Многие ли вас неожиданно, приятно удивили, ошарашили на фоне того актерского лица, которое являли собой до попадания в ваш Центр? Ну, конечно же, были открытия. У нас есть потрясающий проект, куда все стремятся попасть, и актеры выделяют все свое свободное время. Это режиссерская лаборатория современной драматургии, школы и студии МХАТ и Центр имени Мирхольда. Это такая лаборатория на 7 дней, где артист погружается в контекст современного театра, современного текста, и вместе с режиссерами, магистрантами Рыжакова делают какие-то эксперименты, пытаются за 5-6 дней сделать эскиз, но эскиз, он подобен... Маленький отчетному спектаклю. Да, это спектакль, да, это по сути спектакль, потому что вот когда мы берем уже эскиз в работу, он мало меняется. То есть какие-то нюансы, какие-то внутренние вещи, но, в принципе, это готовая работа. И тут, конечно, были открытия, были... Ну, вообще, в лаборатории всегда есть это как бы раз, и с другой стороны артисты проявляются. Я, наверное, не буду выделять каких-то конкретных лиц, но все правильно сказано, что ЦТМ — это такая... Ну, это вообще для меня, когда я это задумывал, у меня была какая-то такая формулировка — это институт современного театра. Да, это где институт, где лекции читают, и где какие-то лаборатории, где могут быть выставки, да, где какие-то эксперименты. Мы привозим гастролеров, каких-то спикеров. То есть это отдушина от работы в официальной своей труппе. Да, да, потому что театр, он должен меняться, он должен идти в ногу со временем, то есть мы должны все время понимать мир через театр, понимать театр через мир. Да, это такой сговор, да, сговор, и, соответственно, вот лабораторная такая система, она и хороша, что мы общаемся, мы изучаем мир, как бы, да, какие-то социальные проблемы, и все это выносим, пытаемся вынести на сцену, и это всегда интересно, это всегда очень ново, и люди в этот момент раскрываются. Сразу каверзный вопрос. Как реагирует зритель? Принято считать, что зрители у нас в нижнем, ну, классическом купеческом городе, даже молодой, довольно спокоен, довольно традиционен. Принимаются ли ваши эксперименты так, как этого хотелось при вот их постановке? Ну, на самом деле, ожидаема была реакция, то есть первые вопросы, когда мы открывались, готов ли город, там, вот такие вот вопросы, да, но это сложный вопрос, потому что многие люди хотят, но боятся, да, есть люди, которые уходят, люди, которые не понимают, они очень консервативны в своем, как бы, взгляде, но многие приходят, у них есть восприятие, есть какое-то отторжение, но они потом приходят еще раз, потому что их что-то зацепило. Как говорят, есть один способ проверить, это попробовать. Да, да, да. Что касается результатов стрелки, вот вы сказали, что пока, я так понимаю, это плавающая дата, но официальное закрытие с соглашением финалистов конкурсной программы намечено на конец апреля. Да. Что в качестве приза, я не знаю, материального или бонусных возможностей получают победители, широка ли география тех, кто приедет на конкурс? Ну, смотрите, здесь самое главное, это вообще в театральной стрелке в названии очень многое заложено, да, то есть мы съезжаемся на диалог, да, на какое-то выяснение отношений, на какие-то дискуссии, ну, на коммуникацию. На истину, которую реально родить в споре. Да, это самое главное, потому что у нас собралась очень интересная команда, интересные команды, разные города, и многие с радостью соглашались, потому что это, потому что это, ну, интересно, когда лучшие команды, независимые команды собираются в одном месте. Выскочить из своего уютного пребывания, как это называется, из зоны комфорта, и посмотреть, чего ты стоишь в бою с достойным соперником. Ну, очень хочется, конечно, еще создать такую, как бы, дружбу между городами, создать какой-то союз такой независимых театров. Ну, мне очень хочется пожелать вам на пару вещей. Очень бы хотелось, чтобы ваши ребята смогли обеспечить себе достойную жизнь именно тем, чему они посвятили годы обучения. И момент второй, опять же, к пожеланиям. Всегда очень приятно, когда принимающая сторона, хозяйка площадки, не просто предоставляет зал, а когда она является очень серьезной планкой для приглашенных. Говорят, мы не едем на фестиваль, а мы едем в Нижний, на стрелку. И это, значит, уровень, которому надо соответствовать. Я очень хочу вам пожелать, чтобы наши театральные эксперименты, нижегородские, в любом конкурсе выходили непременно в финальную двойку. Спасибо вам большое. Спасибо вам большое. Итак, театральная стрелка стартует в Нижнем Новгороде 3 апреля и фактически пройдет весь месяц присоединяйтесь. Я думаю, что это будет действительно очень интересно нижегородским театралам.